Здравствуйте, дорогие садоводы-любители! Сегодня 26 августа, 2023 год. Хотела показать вам одну из моих любимых роз. Это роза Навалис. Относится она к флорибундам роза Гордесса. Эта роза у меня пятый год в саду. Покупала я ее в питомнике Элит. В том году она мне не очень хорошо себя повела, потому что была поражена инфекционным ожогом. Я старалась сохранять побеги, которые были все треснутые, черные. Но она цветла у меня не столь обильно. То есть цветы даже не разворачивались до конца, загнивали. Цветочки, можно сказать, вообще некрасивые были. Листочки желтели, то есть хватало всякие болезни. Я решила все-таки ее сохранить, забелила. Как говорила я вот уже из вездка с медным купоросом, но это не помогло. То есть из зимы она у меня в этом году весной вышла очень плохо. На одном стволе вот этом всем ободранным черным треснутым, как метла торчали побеги. Но я решила ее обрезать под ноль. Обрезала, поплакала, накрыла ведерком и стала ждать. Вот как видите, кустик вырос. Дала базальные побеги более крепкие. Пока все зелененькие, без всяких поражений. Вот так она у меня цветет. Цветет она у меня стабильно в три волны. То есть второе цветение я в этом году практически не видела. Пока пролюбовалась розами, проворонила трипсов. То есть цветы стали как-то окукливаться, как будто обожженные. Я подумала, что это какие-то гнили. Но посмотрела, что внутри бутонов сидят трипсы. Делаю свое дело. То есть в таком количестве у меня в огороде еще такого не было. Пришлось все бутоны срезать. Также подхватили черную пятнистость. Она конкретно не подхватывала, но другие розы подхватили. Хотя, несмотря на то, что я проливала все под корень привикуром. То есть вот одной ютубщицы посмотрела у розовода, что она проливает весной привикуром энерджи под корень. И никакими обработками больше не пользуется. Но я повелась, обработала, пролила и проворонила. То есть каждые 10 дней или хотя бы каждые 2 недели нужно проводить обработки. И от паразитов, и от всяких болезней. В дальнейшем буду умнее. Опять-таки свой опыт. Никого не слушать, делать, как сама знаешь. Распускается цветок довольно-таки медленно. То есть держится цветок где-то 5-6 дней. Цвет у нее необычно красивый. В диаметре цветок до 10 сантиметров. На одной веточке по 5-6 бутонов. То есть вот такая роза красивая. Аромат практически не присутствует. Но люблю я ее за ее цвет. Особенно когда в вечернее время она выделяется среди роз других. Каким-то таким вот голубым свечением. Очень красивые, достойные розы. Куст у нее прямостоячий. Видите, как хорошо на роз. От дождей чуть-чуть страдает. На солнце она не выгорает. Ветра ее не клонит. То есть вот такой вот кустик крепкий. Очень красивые розы. Ну что еще про нее можно сказать? Одна красота. Сейчас вот погода у нас нестабильная. Бутончики практически не порчатся. Лепесточки, то есть. Но есть вот уже вот этому цветку где-то уже неделя. Чуть-чуть розовинки, крапинки. Ну сейчас это нормально, потому что уже осень. Ночью очень холодные. Роса. Живем мы в низине, где речка рядом. Там лес рядом. То есть постоянно туманы у нас. Несмотря на это, вот она так радует. Своим цветением. Люблю розы, которые не нужно формировать. То есть удочки она не выстреливает. Вот такой аккуратный прямостоячий кустик. Всего доброго. До свидания.